Всем привет! Меня зовут Оля и тема сегодняшнего видео это обида. Что такое обида и почему мы ее испытываем и как сделать так, чтобы ее не испытывать? Потому что это очень болезненное чувство, эмоция, она как кислота, способна разъедать человека изнутри. Есть какие-то мимолетные обиды, есть какие-то многолетние обиды, есть какие-то легкие обиды, есть какие-то тяжелые обиды. Но мне кажется, вся обида, она очень-очень токсична для самого человека, который ее переживает. И обиды могут быть как и обоснованными, объективными. Ну, кто-то сказал что-то вот прям из-под тяжка, как будто кинжал в бок воткнул или в спину. А бывают необоснованные, когда человек не может ничего поделать, ну вот его все подряд обижают. Даже когда его не хотят обидеть или люди уже давно извинились, эта обида все равно остается. Почему это вот так вот происходит? Недавно я почувствовала что-то вот, какое-то чувство неприятное. Я думаю, боже, это что, я обиделась что ли? Это какая-то вот как будто недообида. Я вспомнила, что я давным-давно, давным-давно ее не испытывала. Я подумала, это классно, окей, это индикатор того, что конкретно меня обижает. Нужно посмотреть на это чувство. Потому что вообще я пыталась понять, что за чувство такое сама обида. Мне кажется, его сложно определить, потому что оно состоит сразу из многих-многих-многих эмоций. И именно поэтому оно и есть настолько тяжелое, настолько противное, настолько обезоруживающее, настолько обесточивающее. Потому что, по сути дела, это пучок, пучок, сборище, сборище сразу многих негативных эмоций. Например, встретились с подругой, привет, привет, человек рад видеть подругу. Она говорит, ой, что-то ты потолстела. И сразу, как бы, ну, понятно становится. Там смотрю, что-то мигает. Сразу понятно, ну, как бы, сразу человек что транслирует? Во-первых, она хочет ужалить. Вы знаете, что она хочет, как бы, ужалить, принизить. Но чаще всего люди не могут ничего с этим сделать. Они сразу начинают чувствовать себя уязвимыми, потому что они прибавили несколько килограммов. И им доставляет это какой-то дискомфорт, моральные мучения. И тут это больной точкой является. И вот встречаешь человека, а он бьет сразу по этой больной точке. И что он тем самым говорит? Мне не важно, кто ты такая. Мне не важно, что мы встретились. Мне не важны твои чувства. Мне вообще ты не всралась. Я вот использую тебя как мешок для битья и для выплескивания своего токсичного, как бы, этого, такого яда. И на какую реакцию рассчитывают эти люди? Естественно, на то, что человек потеряется. Они знают, что это слабое место, в него можно бить. И чаще всего у людей нету защиты против этого. Никакой абсолютно. И они теряются. И это дает преимущество фору тому человеку, который это транслирует. Человек, который, когда слышит про свой вес, что для него в этой обеде, он сразу понимает. Меня не принимают. Меня осуждают. Меня метелят по моим недостаткам. Мне больно, потому что я знаю, я себя чувствую уязвимо, когда я нарастила себе там 2, 3, 10, 20, вообще не важно, сколько килограммов. Это чувство одинаковое. Сразу человек чувствует беспомощность, потому что ему крыть нечем. То есть это настолько токсичные чувства, когда человек и униженный, и нелюбимый, и непринятый, и непонятый, и ударенный из-под тяжка, и еще и беспомощный. И еще в этом есть, естественно, если унижали так родителей, и тоже так же тыкают, в этом есть и перенос на родителя. Вот это вот чувство ужасное. И у человека растекается сразу вот это вот пятно обиды. Обида, она вообще бьет ужасно сразу по многим органам. Она прям физически, вот этот вот коктейль обиды, он растекается везде в теле, просто отнимая здоровье. Недаром говорят, что вот рак, там, допустим, это болезнь обиды, это болезнь того, что что-то не состоялось, что-то не получилось так, как человек хотел. Он себя чувствует раздавленным, пораженным. И человек может уже похудеть, там, на сколько-то килограммов, потому что это вообще нормально, худеть, толстеть, да, для большинства людей это вообще вполне адекватно. Я вот растолстела на 15, наверное, килограммов, даже не знаю, сколько измерять, у меня вечно страх измерять. Но сейчас я чувствую себя вообще нормально, то есть я записываю даже видео в таком весе. А раньше я вообще боялась, во-первых, писать видео, во-вторых, вообще выходить из дома, когда я толстела. Я считала, что мне в размере 50, там, в размере L можно передвигаться только перебежками от дома к магазину и до работы. И не выходить вообще больше никуда, людей не пугать, ни на что не рассчитывать. Вот. И пропадала радость и всё такое. Почему этого сейчас нет? Не возникает это чувство в последнее время у меня. Потому что я проработала, во-первых, любовь к своему, к себе, да, любовь к себе, к своему телу. Я соединила взгляд злого родителя с помощью психотерапии злого родителя, голого злого родителя. И я принимаю свои недостатки, я не обязана быть идеальным. Я теперь знаю, как это, это то, что касается меня, вот работа с обидой, я тут даже себе не записала, но я вот прямо сейчас запишу себе. Это, во-первых, с восприятием себя нужно работать. Есть ещё такая фишка, в которую я считаю, что не стоит впадать, она очень токсичная. Это когда люди начинают якобы с юмором. Ой, там, ой, я толстая, и с юмором, и с мазохизмом. Сначала говорить, ой, да я такая жирная, да я знаю, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Они как бы начинают сами себя лупить, сами над собой издеваться, маскируя всё это юмором, чтобы над ними не поиздевались другие люди. Но это всё равно, это самоагрессия, это самая жестокость, это совершенно вообще ни к чему делать. Это не самокритика, это ничего не имеет общего с самокритикой. Это вот именно какой-то мазохизм, издевательство. Иногда с юмором, иногда без юмора. Иногда вот такой в ной человек впадает, он ноет, и ноет, и ноет. И чем больше он ноет, тем больше у него, естественно, килограммов. Потому что негативные эмоции надо чем-то зажирать. Значит, обида, в первую очередь, это с восприятием себя. Во вторую очередь, это с умением себя отстоять. Умение себя отстоять. Сейчас ещё одну важную вещь пропустила. Нужно уметь, то есть, когда человек вот это говорит, что-то неприятное. Иногда люди хотят вас обидеть, иногда люди не хотят вас обидеть. Но важно осознавать, что они вас обидели, вам неприятно. И нужно осознавать это самому себе человеку. Мне неприятно. И нужно уметь это, например, говорить другому человеку. Зачем ты сейчас это говоришь? Можно такими вопросами работать. Зачем ты сейчас сказала мне неприятную вещь? Если вы не знаете, что сказать, обязательно просто проговаривайте реакцию свою на их слова. Ты сейчас сказала неприятную мне вещь. И можно задать вопрос. Зачем ты это говоришь? Ты думаешь, ты собираешься быть смотрителем моего веса. Ты тренер по физкультуре. Кстати, тренеры бывают очень токсичные точно. Это вообще сразу нужно их убирать. Сразу. До свидания. Ты вообще... Мне неприятно. Зачем ты это говоришь? Я сама вполне способна следить за моим весом. Или можно сказать, меня это... Если у вас действительно это не напрягает, можно сказать, меня это не напрягает. Я в курсе. Я у себя самая красивая, самая любимая. Есть еще какие-то замечания? Может, тебе еще что-то во мне не нравится? Тебе, может, не нравится, как я брови выщипала? Может, тебе не нравится моя помада? Может, тебе не нравятся мои трусы? Показать тебе мои трусы? Может быть, заценишь вообще, раз уж ты там взяла на себя роль такого прям полиции моды или полиции веса или полиции внешности? Пожалуйста, давай еще рассмотрим какие-то вещи, которые тебе во мне не нравятся. А может быть, мне твои туфли не нравятся? Или, может быть, мне не нравится вообще, как ты разговариваешь или как ты смеешься смехом гиены? Мало ли, что мне не нравится. И можно вообще самый дзен, конечно, когда вы вообще, в принципе, не реагируете на эти замечания, и как бы они вам пофигу. Но по моим наблюдениям этот дзен постепенно приходит после того, как учишься себя отстаивать. Вот сначала этот идет период какого-то отстаивания границ, выстраивания границ с другими людьми. Иногда можно даже побыть какой-то смешной, излишне агрессивной, можно побыть излишне обидчивой. Ничего в этом страшного нет. Главное, что вы в этот момент, в момент, когда вам наносят какую-то обиду или удар, вы не теряетесь, не сливаетесь, не линяете куда-то под плинтус, не носите это все с собой. А тут же, тут же, тут же высказываете, тут же это вытаскиваете, тут же вы с этим работаете. То есть вы этот мячик от себя, тыщ, 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 тыщ. То есть, ну прилетела к вам какашка, ага. Вместо того, чтобы думать, ооо, я такая, вот мне опять прилетела какашка. Нет, сразу ее, тыщи туда, сразу ее, тыщи туда, сразу ее, бф, возьми себе к вам, забери обратно. Но с родственниками, не с родственниками, со всеми людьми нужно, я считаю, что действует вот именно так. Потому что это чувство очень опасное. С другой стороны, очень часто люди обижаются по таким поводам, чтобы манипулировать окружающими. Например, кто-то забыл поздравить с праздником и начинается. Ты меня, или какой-нибудь праздник, который человек не в курсе вообще, что его празднуют. Вместо того, чтобы человек сказать, допустим, слушай, ну вот ты меня не поздравил, я бы очень хотела, чтобы ты меня поздравил, мне было это реально приятно. Ну не поздравил, ну ладно, ну как бы, ну вообще, мне бы было очень приятно. Очень малое количество людей, совсем отморозков, не скажут, блин, ну извини, вот я тебя сейчас искренне поздравляю. Если человек такое не говорит, значит, ну что-то с ним не так, да. Но когда претензии высказываются в виде обиды, что там тыры-пыры, тыры-пыры, ты меня не поздравил, ты в виде обвинения. Это уже переход вот в такое нападение, манипуляция, большинство людей будет от этого закрываться. А если перевести всё на свои чувства, то есть я вот чувствую вот так вот себя, то чаще всего нормальный человек, и так можно и распознать нормального человека, а это ненормально. Нормальный человек скажет, ну блин, извини, пожалуйста, можно я тебя сейчас поздравлю там или что-то там такое вот как бы туда отстоять. И то есть плюс ещё обида обычно наносится кем? Наносится значимыми людьми. Например, человек готовил, готовил какую-то работу, старался, 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 притащил начальнику, да, начальник её раскритиковал ещё и перед всем отделом. А человек уже вложил кучу эмоций в эту работу, кучу стараний, кучу там сил. И вот опять не оценили. Ну это опять же, это признак, ну любому человеку будет это неприятно. Неприятно будет любому человеку, здоровому будет очень неприятно. Но именно обидно, ну чувство несправедливости, конечно, будет и нормальный человек постарается себя защитить. Хотя и поймёт, что ну как бы все люди не идеальны и начальники тоже разные попадаются. И ну вот так вот это случилось. Но обида не будет растекаться там по телу, по груди и разъедать ещё и это плохое чувство, что оно остаётся где-то внутри, оно остаётся. А потом оно комом ещё наматывается, наматывается. И в определённый момент оно может и взорваться, и куда-то вытечь не туда, куда хочется человеку. И очень часто и не по адресу обидел один человек, а потом все обиды на одного навалились, на какого-то другого. Ну это связано, вот это вот именно обида от значимых людей, родителей, супругов, там ещё кого-то. Она связана с тем, мне кажется, что она связана именно с переносом на самого значимого человека, на родителя. То есть это внутренний как бы ребёнок у человека, страдает его внутренний ребёнок. Он опять получил знакомое какое-то чувство. Поэтому очень многие люди могут сами нарываться на эти обиды. Они могут сами провоцировать сценарий или приходить в ту среду, которая их обижает, или оставаться в той среде, которая их обижает, потому что это как бы знакомо. Но как это возникает, вот эти сценарии, как люди залипают на негативные эмоции, по поводу этого я сделала несколько видео там. Посмотрите видео про эмоциональный мазохизм, если вам это важно. Если вы хотите проработать свои эмоции так, чтобы этого больше не было. Но и вот обида от значимых людей, это означает, что человек не воспитал своего внутреннего взрослого, который сам себя оценивает. Человек психически не вырос. И вот этот момент нужно отловить и с ним нужно работать.